Для Слова Божия нет уз. 2 Тимофея 2.9. Священник Николай Балашов и ермонах Нафайнаил Судников. Страница 611. Заголовок о бороде, достоинстве и Божьей десятине из бесед с Игнатием. Когда меня спрашивают, что в моей деятельности главное, я показываю на общину. Ранее, совершенно чужие, разные по взглядам и по положению люди, студенты, служащие, рабочие, сделались одной семьей. Роднее родных, у них все едино, и пост, и молитва, и милостыня. Все знают друг друга. Что у кого в семье, кто куда уезжает, кто заболел, как дети, кого навестить надо, за кого помолиться особо. Но зачем в зарубежную церковь переходить? Свои московское мало? В московской церкви, сполучение среди верующих, как у нас, нет и в помине. Там даже священник не знает всех прохожан. Одни приходят, другие уходят. Они и сами не знают друг друга. Там нет единства. И мы долго думали, как избавиться от мерзости такой. И Бог дал по молитвам. Мы начинали. Нас было 12, стало 70. Принимаем не всех. И приживаются тоже не все. Человек, наверное, 40 пришлось отсечь. Как? Почему? Причин много. К примеру, мы не принимаем в свои ряды пьяниц и трубокуров. И только из-за бороды отселось человек 10 мужчин. Бороду бритва не трогать. И это обсуждению не подлежит. Так же, как женщине надо носить платок. Один дружок побрился, но год был удален за порог, пока борода вновь не отросла. Мы ни в чем и нигде не идем на уступки. Это только язычники, они в жизнь будущего века не веруют, стараются продлить молодость и ходят безбородами, наподобие женщин. А борода, между прочим, знак мужского достоинства. Что Бог дал, то береги. Можно подумать, что клок волос самое важное. Каждый пусть понимает, как может. Но Христос говорит, в малом верен, над многим поставлю. А наша община учит и воспитывает. Тунеядцев не держим. У нас каждый работает. Опоздал на службу, письменно объяснись. Опоздаешь вновь, батюшка может наложить епитимью, церковное наказание. Крикунов и бузатеров тоже не держим. Уважай звание христианина, себя сдерживай. Как относитесь к воинской службе? Есть у вас молодежь? Есть, и много. И всем говорим, что косить от армии для православного человека недостойно. Срок настал, иди и служи. Однако присягу не принимай. Присяга это клятва. А сказано, не клянись. Но служи по совести, раненых спасай. Грузы грузи. Пошлют на минное поле, где можешь погибнуть. Иди безропотно. И если надо, умри как солдат. Только оружие в руки не бери. И восказано, не убей. Меня спрашивают, дискат, так и армия не нужна? Нужна. На контрактной основе. Кто не верует. Армия в древности всегда наемной была. И весь сказ. Хорошо. А в чем отличие вашей общины от церковной жизни в патриархии? Всех отличий не перечесть. Мы живем по канонам. В патриархии церковь превращена в торговый ларек. Свечки, крестики, книги, просфоры. Неужели церковь созижена для торгашей? Христос не зря опрокидывал столы, менял и торговцев. Бечо-бечо волослушников. Какие еще нужны объяснения? Церковь, дом молитв есть. Не купли. Здесь не место коммерции и наживе. А мы у себя даже все требы и таинства совершаем бесплатно. Мы же свои. Мы братья и сестры. Но церковь должна на что-то существовать. Надо платить зарплату священнику, певчим. Где средства брать? Тысяча лет существует такое понятие, как десятина. Кто ее отменял? По правилу, каждый верующий обязан отдавать церковь священнику десятую часть всех своих прибытков. От зарплаты, от пенсии, от торговой выручки. Не нравится? Жалко. Но это Божие установление, ибо десятая доля всех доходов твоих тебе изначально не принадлежит. Это Божие. Отдай, не обеднеешь. Больше отдашь, больше к тебе вернется. Есть, кроме того, по желанию, и вторая десятина на бедных и нуждающихся. Есть и третья, как жертва на свечу, на елей, на строительство храма, на бесплатную литературу, на даримые крестики прикрещения. Лично я всю жизнь отдаю не десятину, а девять десятин. Кстати, о крещении. О нем много всяких кривотолков ходит. Да, московская патриархия таинство крещения, к сожалению, упростила и превратила в ничто. А наша община соблюдает заветы сполна. Надо понять, что всякое обливание и мочение головы при крещении за крещение не признается. Так как крещен, кто как крещен, подлежит настоящему крещению, как совершенно не крещеный. Зато там усердно обучает, через какое плечо, правое или левое, надо передавать свечку во время благослужения. Через какое же правильно? Не через какое. Торговля свечками в храме запрещена. Я же говорил. Могу добавить, если угодно. У нас на Алтае теперь родилась еще одна наша дочерняя, точно такая же община. Но это в деревне. Хотите там побывать? Заголовок. Потерянная в степи. И человек из поезда. Первая страница этой необычайной повести, которая в наши дни получила неожиданное продолжение, помечена 1818 годом. На скрипучих телегах, до Алтайских степей, каким-то чудом через леса, через горы, по бездорожью доехали, добрались мужики-кержаки, аж с Рязани, с Сапожевского уезда, Потеряевы, Кубасовы, Рыжковы. Наверное, долго им грезилась вольная воля. Земля и жизнь чистая, без притеснений по Божьим заветам. Земли в Сибири немерено, разделывай сколько хочешь, скот разводи, пшеницу сей, служи царю и отечеству. Новый поселок назван был Потеряевкой, по фамилии старейшего поселенца. И к 1926 году здесь числилось 81 крестьянское хозяйство. 176 душ мужского и 169 женского пола. В веки би вечные жить, а через стройку лет мужиков-кержаков, Потеряевых, Кубасовых, Рыжковых, вместе с детьми и стариками затолкают, как скот, в товарные вагоны. Из вагонов затем перегрузят на баржу и потащат вверх по Аби на север, на Римский край. Печально известный. На просторах государства российского, к тем временам, несчетные тысячи деревень и сел бесследно исчезнут с лица земли. Растворятся и ставят на пути к светлому завтра, обещанному коммунизму. И Россия, Русь-матушка, святая Русь, как часто ее величают, благополучно забудет их. Не оглянется, чтобы помянуть, вздохнуть о потерях. Ни единые слезинки не уронит. Словно и быть тому. Что уж там плакать и горевать о какой-то безвестной деревушке, затерянной в глухой алтайской степи. А разве были способы остановить распад и вымирание деревень? Процесс казался необратимым. Однако неистребим киржатский дух. Ревнителям, у которых градус горения выше бывает, чем у обычных рядовых смертных, перевода должно быть не было никогда и, к счастью, не будет. С потерявкой случилось событие из ряда вон, почти невероятное. Начиная с 14 мая 1991 года, жизнь ее как бы началась по второму кругу. Именно в этот день, не отмеченный никаким нестарым летописцем, на разоренное дедово подпепелище, явился с проходящего поезда, как с неба сошел человек, обвешанный узлами, баулами и корзинами. День был солнечный, теплый, птицы взахлеб звенели звоном, остро пахло клейким березовым листом. Человек осмотрелся, сбросил узлы и встав на колени, надолго припал лицом к земле. В его багаже выделялись лопата, пила и топор, самый простейший, необходимый в деревне инструмент. А в корзине плитушки теснились, привезенные им на развод, шесть куриц-хохлаток и горластый петух, который с этого дня будет будить на утренней заре и хозяина своего, и окрестности, как дневальный. А человек поставит шалаш от дождя, скопает огород под картошку и примется лепить саманную избушку к зиме. Здесь, по Теряевке, у этого человека стоял отцовский дом, и здесь прошло его детство. Человеком с поезда был и Аким Лапкин, младший брат Игнатия. Их в семье было семеро братьев и пять сестер. Вдвое умерли в раннем детстве, остальных разметало по всему Союзу, от Камчатки до Москвы. И Аким жил в Киргизии, каменщик, он строил в совхозах жилые дома и коровники, а был верующим. После принял сам священник. Потом в Средней Азии, как и везде, началась политическая кутерьма. Русские в Рязань, татары в Казань. Он перебрался в Омскую епархию, где служил в одном из приходов. В вопросах веры был строг, как и старший брат. Не без влияния, конечно, Игнатия, и Аким задумал создать общину верующих, кто также без подмеса соблюдал бы писание, каноны и правила. И вскоре, следом в Потеряевку, желая здесь поселиться с семьей, приехал из Новосибирска Виталий Устинов. Его родного отца, когда-то за веру, приговорил суд 25 годам в лагере, плюс 5 лет в высылке и 5 лет поражения в правах. Виталий вырос в таких вот семейных преданиях. С Божьего пути его самого не свернуть. У него два сына растут, Савва и Илья. Ветры дули попутные. Через год и еще приезжать стали семьями. И еще. Словно криком крикнула земля, ранее оскорбленная и униженная, словно вновь из далекого далека. Через горы и степи тележное колесо докатилось, и в укор властям, вчерашним и нынешним, как всегда к живому делу безразличным, разоренная потеряевка в одиночку стала подниматься из небытия. Приехали из Красноярска, Енисейска, из Барнаула. Есть люди из Казахстана. От человека к человеку по живой цепочке передается, что есть в Сибири место, где для души простор, где сильные духом и твердые вере собираются в кучку. Нет, не сектанты какие-нибудь. В чем обвиняют их злые языки? Не отщепенцы-самозванцы, а истинно православные, соблюдающие заветы. Ныне потеряевки проживают уже 45 человек. Полторы тысячи писем от желающих приехать сюда. Только не всем путь открыт. Первонаперво поселениц должен быть православным и подтвердить, что не пьет, не курит, не матерщинник, не вор. А для тех, кто поселился здесь, принят устав, правила внутреннего порядка. Каждый член общины имеет право заниматься любой непредосудительной работой. Запрещается торговать спиртным, табачным, покупать или брать на обмен ворованное. Все подобное конфисковывается в казну деревенскую. Не должно выполнять обычную работу в воскресные дни и в двунадесятые праздники. Это же касается всех, кто приезжает помогать или в гости сюда. Запрещается рассчитываться спиртным за проделанную работу или добытую вещь. За нарушение оплаты в двукратном размере в деревенскую казну. Под страхом анафемы отлучение запрещается жаловаться мирским властям. Писать жалобы на жителей деревни, сексосничать, быть наушником. Любой спор решать на законном собрании. И только после обсуждения на собрании может получить добро на суд у внешних. В уставе прописано все до мелочей. И как детей воспитывать, и как оплачивать наемных работников, и как землю беречь. Из последних, кто пополнил деревенский ряд, Николай Келечков и жена его Лидия. Они из Красноярска. Не нюхавшие никогда сельской жизни, они разводят теперь овец и свиней. Держат корову. И даже заимели лошадь. А Игорь и Галя Глушковы из Караганды. И тоже по дворям обзавелись. Разведение скота для жителей. Главный вид заработка. Мясом и молоком ездит торговать Барнаул. Заголовок. Мы еще живы. Или весточка из. Кто знает, какие плоды вызовет потерявки. Какие напасти уготованы ей со стороны властей. В желающих вновь раскулачить ее недостатка нет. Однако полтора десятка отстроенных кирпичом обложенных, с шифером крытых, как на картинке, теремов есть. Есть электричество, телефон. Есть крохотная начальная школка на пять учеников. Есть учительница. И своя медсестра. Есть церковь. К лету из Барнаула приезжают еще две молодые семьи из городской общины. Я закончу это письмо о неизвестной России. О ее глубинной жизни действительно многим из нас мало знакома. Небольшим письмецом, который необъяснимым чудом долетел сюда из далекого на Рымского края печально известного. Добрый день, отец Аким. Мир вам. Недавно из газеты «Русь державная» узнали о ваших делах. Читали и от радости плакали. Что потерявка наша родина вновь оживает. Столько лет прошло, что но Господь сподобил вновь соприкоснуться с родным гнездышком. Я, Евдокия Титовна, урожденный Рыжкова, а муж мой Иван Нафантьевич Потеряев. Мы еще живы. Мы молодыми были, когда нас раскулачивали. Мы, Рыжковы, жили в одноэтажном брусовом доме, занимались хребопашеством. Имели три двора. В одном находились машины. Сенокосилка, жатка-самосброска, молотилка, веялка, бараны, два плуга, телега. Второй двор занимал скот, четыре коня, выездной конь с полной упряжкой, три коровы. Были овцы, бараны, куры, утки. Третий двор был предназначен для приезжающих гостей. На берегу Рыжковского пруда была баня, кузница, мельница. Амбары стояли против двора. Все конфисковано в 1930 году. Отца забрали в тюрьму, а нас увозили на подводах до Ребрихи, ЖД-станции. Конца края не было тянувшимся по дороге обозом. Расставание с родной землей – это страшная минута. Если бы Господь не укреплял, не давал силы, то никто бы не выдержал этой разлуки. Из Потеряевки было выслано семь семей – Рыжковы, Карелины, Скоковы, Потеряевы, Кубасовы, Шахурины. С баржи нас выгрузили в дикой тайге на голый берег. Очень скоро люди стали сильно умирать. Иногда хоронили всех в одну могилу. Тела ложили друг на друга. Некому было рыть могилы. Такие все ходили ослабленные. Потеряеву Агаптию Лагантьевну, мы, девочки, хранили сами и могилку рыли и несли. Пережили мы многое. А с вашей мамой и отцом мы когда-то дружили в детстве. Простите за беспокойство. Спаси Господи вас и всю вашу православную общину, цветник духовности и чистоты. Сделан еще один шаг спасению нашей многострадальной России. Теперь летят из маленькой, забытой всеми Потеряевки, слезные молитвы ко Господу. За всех нас. И слава Богу за все, и за скорбь, и за радость. Господи, помилуй нас грешных, дай нам силы терпения. С низким поклоном Иван Нефантьевич Потеряев и Евдокия Титовна Потеряева-Рыжхова. По скрипту. Душа неспокойна все-таки. Ивану Нефантьевичу дорогу до Потеряевки уже не дадалеть. Старый стал. А я, пожалуй, вместе с сыном приеду показать ему нашу родину. Пусть знает. Бог ведает. Может, и захочет он там остаться. Версты. А4.03.2000 года. Заголовок. Спасибо, помилуй. Об истоках высокой духовности людей, воскресивших, деревню Потеряевка на Алтае. В заключительной части трилогии смотрите также версты номер 2325 Сергея Макарова. Мы вышли на разъезде под Степное. Поезд гуднул и растаял в ночной темноте. А мы остались одни на шпалах. Было около часу. Луна то выглядывала из-за туч, что снова пряталась. Вокруг стелилось стылое снежное поле. Даже негде укрыться от ветра. Корота здесь ночь было бы малоприятно. Что делать будем, батюшка? А ничего, Господь все управит, успокоил меня отец и Аким, с которым мы вместе возвращались Потеряевка из Барнаула. За нами лошадь должны прислать. Подождем немного. Вскоре и верно, когда мы уже стали примерзать к подошвам, послышался бодрый голос. Батюшка! Я здесь! Идите сюда! По снежному целику, похожий на Деда Мороза, к нам приближался бородатый дядька в ватном кожухе и в шапке-ушанке с опущенными ушами. У него за спиной чуть поодаль в степи стояла лошадь, запряженная в сане развальни. Пахнуло лошадиным теплом и сеном. Зимой на морозе сено всегда особенно остро пахнет, и от запахов этих, почти домашних, стало немного спокойнее и даже теплее. Ехать было недалеко, но накануне метель перемело, и без того едва приметную самую колею лошадь ввязла в снегу и часто теряла старый след. Но! Но! Пошла! Понукал возница. Но, милая, шевелись! Лошадь тащилась как могла, то резво прорываясь вперед, то вовсе останавливалась, отдыхая. От ее спины шел пар. Если бы не частые вешки, натыканные вдоль дороги по сторонам, не мудрено было сбиться и заплутать в этом голом полевом просторе. Но, наконец, мы въехали в березовый переселок. А вскоре среди сугробов показалась и сама деревня. Под окнами, высокой, в два этажа, избы лошадь послушно остановилась. «Слава Богу!» – сказал отец Яким, вылезая из саней. «Доехали! А это мой дом! Милости просим!» Заголовок. Наверху – светелки. Я гостил Потеряевки несколько дней. Довелось я на крещенском водосвятии побывать и на всех утренних и вечерних службах. Должен признаться, переходя от семьи к семье, от дома к дому, я с трудом мог представить, что было раньше на месте деревни, где ныне и печные трубы дымят. Голоса слышны, в сараях мучит и блеет домашняя скотина. Под навесом, дожидаясь весны, лежит отборная, семена и пшеница. Дети катаются, следили на горке. Все так естественно. Но за многие годы здешняя жизнь прерывалась. Бурьян и тлен. Мерзость запустения царили в этих теперь отогретых местах. Не было Потеряевки. И воскресло. Это было похоже на тайну. Подобное иногда испытывать приходилось у скрытых источников ключевой воды. Кругом толкотня, суета, пыльные ветры дуют. А чуть отойти и раздвинуть ракитовый куст откроется чистая донца. Паучишка, не боясь, сверху на паутинке пружинка качается. На воде несоринки в упор глядит живой родниковый глаз земли. Можно пригнуться и при желании испить. В роднике не убудет. Ближайший поселок Корчино, у которого Потеряевка находится как бы в подчинении, стоит в 15 километрах. Там сельская администрация, по-старому сельсовет и контора совхоза, того самого, который похоронил когда-то, разорив Потеряевку. Там же и магазин, и лечебница, и средняя школа. И до районного центра, по асфальту, автобусы бегают туда и обратно. А Потеряевка, как сирота, в стороне притаилась. Автобусов, разумеется, сюда никаких. Единственная связь это по железной дороге, через разъезд под Степное, где раз в сутки делает остановку ночной пассажирский поезд. Потеряевку такая изоляция устраивает. вполне, потому что, по мнению ее новых обитателей, в большом мире и ее окружающем ни покоя, ни тишины, одно распутство там, воровство и всякое непотребство, ведущее в погибель. Наверное, так же во времена Аввакума и Никона несколько веков назад размышляли и старообрядцы, желая уединиться, уйти в крепь, подальше от житейского зла. Навязались на нас эти попы, попяры, не понимая сути и раздражаясь от стиля жизни потеряевцев, ругательски говорят о них жителей Корщина. У них и вера какая-то не наша, зарубежная, короче, даже выпить у них не моги, вот дают. Конечно, отвечают и потеряются в негласных прениях. У нас ни драк, ни безобразие, ни озорства, ни то, что у вас. Хозяйка утром в сарай идет кровы доить, а сарай уже пуст, кровью требуха в кустах валяется. Жулики! Разве можно так жить? Здесь потеряю, и даже воздух кажется иным, и отношения между людьми не как всюду. Если мужик, то почти боярин, если женщина, бояриня, лица строгие, собранные, полные внутренней тишины. Дети тем более на отличку. Мальчики под пояской, девочки в платках, и каждый излучает свет. И никогда, нигде, ни единого бранного слова, или чтобы сивушным духом повеяло, чистый родник, право русской ли деревни, наши ли? К сожалению, как и в Барнаульской общине у Игнатия Лапкина, так и здесь тоже не специально отстроенного храма. Летом попы собираются на молитвы в развалинах бывшего клуба, который они подвели под крышу, а над крышей водрузили крохотный купол с крестом. Однако зимой, спасаясь от холодов, перебираются к отцу Иакиму. Дом у него просторный, внизу кухня, трапезная, спальня, а на втором этаже есть тихая светелка. Пусть стены не по-церковному украшены, слева на фотообоях плещет морской прибой, справа желтеет осенние березы, зато тепло. Причем каждый, поднимаясь наверх, старается, если не занято, встать под березами, к морю. Вставать опасаются. Разговаривать даже шепотом, светелке запрещено, святое место. А меня батюшка сразу предупредил, чтобы при возгласе оглашенной из Эдити, я обязательно спускался вниз и слушал налебны оттуда. «Позвольте, это же не крещеных касается, срывалась у меня в собственную защиту, а я крещеный». «Может быть,» – ответил батюшка. «Но вы не наши общины, понимаете?» «А справки от вашего священника, что вы не находитесь под эпидемией, у нас нет. Так что извольте. Церкви справку?» «Вы, батюшка, извините, бюрократ. Не обижайтесь. Это древнее правило такое, мы его соблюдаем. Только в старину справка называлась грамоткой. А у вас ее нет. А церковный порядок надо чтить. Даже нищему, чтобы просить подаяние около храма, полагается грамотка, что он действительно беден и нуждается. Если вы добрый и чадный материй церкви, примите сие со смирением. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я, конечно, смирился. О чем речь? А с батюшкой у нас много было бесед. И могу сказать, что в сравнении со старшим братцем своим Игнатием он немало выигрывает. И характером мягче, и манерами. По крайней мере, сломя голову, не кидается никого обличать. Но не менее, чем для Игнатия, каноны и правила для него одинаково дороги. Оба, если на то пошло, уперты до предела. А хорошо это или плохо, не мне судить. Отца и Акима по деревне все зовут тятий. Заголовок. Душе тоже страшно бывает. По слухам, в Горном Алтае в недоступности есть еще деревенская община, где жизнь не менее строга. Я там не бывал, не знаю, не могу поручиться, что такой детский лагерь Стан, как Потеряевки, не существует более нигде. Правда, это не Артек и не Орленок. Его даже лагерем трудно назвать, потому как больше похож на походный привал туристов. Шалаши, навесы, все сколочено из жердей, все временно, на живую нитку. Чтобы уйти, оставить ее не жалко было. На каждое лето здесь отдыхают без малого до ста человек. Я не берусь живописать жизнь лагеря. Его полноту и смысл проще понять из дневника Игнатия Лапкина. Он и хозяин в лагере, и главный наставник. Его старанием лагерь создан, и, невзирая на многие трудности, продолжает жить. Не имея детей собственных, Игнатий Тихонович полжизни отдает чужим, особенно из малообеспеченных, трудных семей. И так ему слово. Когда говорят, что нужно подавать милостыню, накормить алчащего, жаждущего напоить, то часто понимают это буквально, помочь деньгами, хлебом. Но слово Божие учит, что у человека есть и бессмертная душа. Она также алчит и жаждет. И это надо помнить в работе с детьми. Мир вам, родные, заждались вас. Вчера было 16. Ждем из Новокузнецка, из Томска и Новосибирска. Наш трудовой православный лагерь готов к открытию. У нас дисциплина, встаем на заре. Ходим только босиком. Вначале детки ропщат, морщатся, потом привыкают. Смотрим восход и закат солнца. Знакомимся с названиями цветовый трав. Учимся по голосам различать птиц. Эти уроки я сам когда-то получал от природы. Гнездо птичья не разори. Родоник не замути. Битое стекло с дороги убери. Бог надзирает и воздаст тебе тем же, что по всей, что и взойдет. Ночь, комары, луна. Выводим детей на пшеничное поле посмотреть, как волнами ходит хлеб. Кричит перепел. Звезды, как свечка. Всего, что вольется в душу, уже не забыть. Авторитет Библии и Слово Божьего воздвигай всюду. Вовремя и не вовремя. Пожнешь свое время, если не ослабеешь. И чтобы дети не проходили в школе, все разбери с ними с точки зрения Библии. Обрати их внимание на красоту, загадочность и целесообразность всего сущего. Сокруши ребра безбожества. Если не ты, то кто же? Если не сегодня, то когда? Спеши, неумедли. Молока в день уходит до 20 литров. Сплели несколько мордушек. 4 или 3. Рыба ловится. У нас ее всегда достаток. А в огороде все растет буйно. Лук, укроп, петрушка, редис. На подходе помидоры и огурцы. А картошка пока как горох. Палатка чуть протекла. Зато лошади стоят. Как вновь в ковчег. Сверху только шорох дождя слышен. И так сладко спать. Посмотрите, какие печальные глаза у коня. А его еще и бьют. Дадим ему хлеба. Он и нас на себе прокатит. Беру коня под узцы. Пастухи разрешили. И бегу. А дети по переменке сидят. Трюхают в седле. Не доставая ногами до стремени. На опушке у корявой березы. Встаем на колени помолиться за тех. Кто в узах. Кто на удре болезни. Кто не может видеть этого леса. Облаков. Слышать этих птиц. Дышать этим воздухом. Бывает и душа ребенка воздохнет. О неведомых нам страдальцах. Пусть чужая боль. Ему до силы неведомы. Станет его болью. На лугу рвем букеты. Дети играют. Не надо витийствовать. Стражиться без нужды. Пусть резвятся. Бог не осудит моего олененка. Олененка. Пусть прококует свое кукушечко белоплатице. Берем лесную малину. Аукаем. И сближаясь на несколько минут. Славим Бога за чудесные его дары. Все это школа. Кирпичики и фундамент веры. Полезно, думаю, ребенку всегда показывать, что значит уже здесь на земле быть верующим. Потому что страшно жить, если без Бога. Живут потерявки Плотниковы, Дмитрий и Марина. Марина Гречанка. Ее отчество Демосфеновна. А приехали из Чимкента. У них пятеро детей. Живут крепко. Овцы, куры, корова. Девяносто свинин на дворе. Шестьдесят гектаров пашни арендуют под зерновой засев. А у меня три сестры, говорит Марина Демосфеновна. Из Чимкента. Они каждое лето приезжали в наш лагерь. Теперь выросли и живут в Греции. А в письмах пишут, что если осталось что хорошего на душе от России, то это только память о лагере. Он им и теперь во снах снится. Заголовок. Третий не лишний. И корова на облаках. Есть еще одно имя для потерявки не чужое. Если Игнатий волей судьбы стал известным проповедником, даже в Америку летал для выступлений, а Иоаким как священник окормляет и городскую, и сельскую общину православных христиан, то третий их брат Павел может показаться совсем неприкаянным и невидным. Хотя как знать. Родился Павел в тот день, когда, будучи уже взрослым, пришел однажды в райком комсомола и сдал комсомольский билет. Он работал электриком на заводе и заочно учился в институте, а в Бога веровал не слабее братьев. Потому и в райком пошел, что не хотел кривить. Внешне быть под серпом и молотом, а скрытно служить кресту. Конечно, с работы его попросили, и из института тоже. Даже с женой проститься пришлось. Так и жил, не роняя себя, словно свеча горела. Это добрейшей души человек. Но когда Иоаким задумал возрождать потеряевку, откликнулся немедля. В нем проснулся крестьянский дух. Старшие братцы все-таки метят на небеса, ибо крылья белые и воспарят. А Павел, как куст картофельный, стал укореняться в землю. Сад, птицы домашние, пасека. Родная стихия открывалась ему, как своему. Лошадь, бык, корова, теленок малый. Все обожают его, он с ними, как с детьми. Кормит с рук, с ладошки, жалеет. И те послушные благодарно засматривают ему глаза. Готовый кланяться, словно он знает некое слово, понятное им. Неизвестное ему одному. В летнее время, когда в уборочную страду земля гудит тракторами и комбайнами, у его избы всю ночь до утра сверкает электросварка, и фермеры и совхозники, если обломаются в поле, едут к нему на ремонт. Он работает, не покладая рук, и с людьми тоже умеет ладить. А прошлой осенью Павел окончательно всех сразил. Где-то он вычитал, что существует порода молочного скота, голштинов фризами именуемая, равной которой не бывает. Голштинки дают молока втрое больше, чем представители львовной породы. В чем дело, подумалось Павлу. Зачем же держать на подворье малопродуктивный скот? И отправился на поиск чудо-коровки. Как известно, ершовский персонаж за пером жар птицы. Доехал до Москвы, до института кормов имени Вильямса. В городе Лобня устроился на строй как монтажником. Денег подкопил. И ему в институте за наличные рубли подобрали телушку, которая через полгода телится первым теленком. Купить-то купил, а как на Алтай. Однако доставить четвероногую. Багажный вагон не сдашь. К самолету и близко не подходи. Неужели гнать пешим ходом по степям за тысячи километров? Для жителей Потеряевки и поныне загадка не разгаданная. Как умудрился скромный Павел Тихонович на облаке, что ли? Сохранно доставить необычный груз. Между тем, коровья принцесса американских кровей уже мочит у него на дворе. К лету он ожидает теленка и верит, что рано или поздно вся деревня через нее будет иметь коров с мировыми надоями. Он же для общины старался, не ради себя. А пока Павел добровольно наложил на себя оброк. Регулярно даже от беспородной своей коровки каждую неделю в летнюю пору бесплатно носит по ведру порного молока на пропитание в лагерь Стан. Пейте, пейте, я еще надаю. Скоро и вовсе молоком зальемся. Между прочим, в ближайшую осень он опять готовится в поход. Павел грезит о чистопородной романовской овце. Романовские овцы, как известно, дают лучшую овчину для шуб. По сибирским холодам самое оно. А где-то по Ярославлям, по шаханской стороне, несмотря на всеобщий развал сельской экономики, редкостных овечек не всех успели пустить под нож. Кое-что еще можно купить живем на вывоз. Продолжение следует...